В Ленинском районе в 12-й раз состоялась военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны». 15 команд, представляющие школы, муниципалитеты и досуговые клубы, собрались в Березовой роще около стадиона «Металлург». Мероприятие было посвящено 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой. В 1941 году это было очень важным событием, перелом в войне. И мы в эти дни проводим очень много мероприятий, связанных с патриотизмом. Соревнование началось уже на построении. Оценивался внешний вид участников. Команды, надевшие военную экипировку или форму движения «Юнармия», получили бонусные баллы. Затем участникам предстояло проявить свое умение в разборке-сборке автомата. Я специально тренировался на уроках физры. Собирали, разбирали автомат на скорость, пытались вставить рекорды. Следующим испытанием стало перетягивание каната. От каждой команды участвовало по 4 человека. По мнению молодых людей, победить в состязаниях им помогает командный дух. Все люди нашей команды, 5 человек, это из одного класса. То есть, если из одного класса, то мы всегда сплочены и готовы к чему. Один из самых зрелищных этапов – гладиаторские бои. Здесь было необходимо побороть соперника, отобрав у него веревку, закрепленную на поясе. Любые удары и силовые приемы запрещены, но можно использовать командную тактику. Далее участники углубились в лес, где их ждали другие состязания. Например, соревнования на меткость, метание условной гранаты и ножей. На каждой из площадок инструкторы объясняли условия и следили за техникой выполнения. А на этапе медицина, по легенде, нужно было оказать помощь пострадавшему и унести его с поля боя. Упал. Полностью упал. Ваша задача – ноги перебинтовать. Вот, ступни ближе. Полностью все. Да. Ноги вместе. Одной из главных задач подобных мероприятий организаторы называют патриотическое воспитание молодежи и популяризацию военно-прикладных видов спорта. В том числе сейчас у нас набирает популярное такое движение «Юная армия», набирает обороты в России. И мы ребятам рассказываем о том, чем должен юный армеец заниматься, чем он должен овладеть. Но рассказать – это одно, а вот показать на собственном примере – это другое. Военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны» – как раз тот случай, когда победа не столь важна, сколько участие. Дмитрий Книгов, Владимир Андрианов, Сергей Ларин. Видное ТВ.